Всем здарова всем привет вы на канале гамбита здорово народ и да у нас вышел уже патчноут вот и вместе с этим патчноутом у нас именно на глобале вот вышло еще одна очень интересное обновление то есть К патчноуту я перейду чуть попозже но встречайте если мы зайдем на официальный сайт 7 deadly sins grand cross от net marvel мы можем так же самое вбить поисковике в гугле 7 deaths net marvel нам выдать первую страничку и это вот эта страница вот где нам уже приветствуют нас с пятой годовщиной скоро будет пятилетие игры мы ждем крайне вкусный баннер вот мы ждем дополнительную награду с предварительной регистрацией на праздник серьезно Я вот здесь немножко не понял прикола возможно им нужны наши почтовые я не знаю конечно зачем нужны почтовые ящики нашим net marvel но у них есть поэтому видите ваш адрес электронной почты получите немножко резов с басов 30 эспокоинов 10 подвесок одну звезду обыкновенной пробуды 30 гемов 30 гемов и 30 резов заодно 10 подвесок на самом деле тоже некоторые мне будут лишними смотрится весьма неплохо и недурственно но для этого видите почту То есть нет чтобы выдать эти награды сразу всем игрокам на халяву видите почту предварительно зарегистрируйтесь в игре в которую вы уже играете на протяжении почти 5 лет Лол кек ару но оно так и есть возможно ждет какое-то прям лютое обновление возможно переработка вообще принцип самой игры я не знаю зачем нужна вот эта предварительная регистрация в игре которая игра существует уже 5 лет Но да ребят добра пожаловать в предварительной регистрации к пятилетию игры Вот и к пятилетию игры разрабы ну явно что-нибудь интересное и прикольное подготовят то есть тот же самый вкусный баннер тот же все классно мы будем прощаться с четырьмя ну семью усадниками ой семью усадниками семью смертными грехами четвертый сезон анимеки Вот и переходим в четыре всадника апокалипсиса то есть вторая половина пятилетия должна быть посвящена именно ей если верить тем что разрабы пишут в своих патчноутах Вот но не всегда это правда но если верить то да на вторую половину этой годовщины мы переходим из эры семи смертных грехов в эру четыре всадника апокалипсиса Вот так что имейте это ввиду и имея эту информацию ввиду переходим к патчноуту где у нас выходит в принципе сама по себе неплохая скади визуально Я не скажу о ней как а а о каком-то очень сильном играбельном герое у нее есть возможность накладывать кровотечение то есть например можем заменить глакса Вот это возможно накладывать на себя дебафы синглтарит атака у нее там накладывают на себя дебафы который уменьшается связано с оборонной характеристики Вот ее ауешка через ее пассивку накладывает еще на всех врагов кровотечения то есть это реально попытка заменить глакса формации на рататоска Но давайте будем честны Сделаем так Процентов 70 моих зрителей просто не бьют Роттоска Процентов 70 Если не более Именно тех, которые смотрят этот видос Я уверен, что в комментариях появится пару ребят, которые говорят Я бью Роттоска и уже сделал релик на Маэля Но по большей части Все ребята именно пытаются Бить других бестов, старых бестов Добить все реликвии на аккаунт Потому что та же самая ГПшка, та же самая со звездия Вот, прокачка со звездия убер хорошо Прокачка БК аккаунта убер хорошо Вот, а есть, кстати, в принципе Ребята, которые вообще не бьют демонических бестов Демонических зверей Вот, поэтому им вообще все равно Это Скади, то есть Скади выглядит Только прикольно в виде визуала Все, не более того, и тратить на нее гемы Давайте посмотрим на вот это все дело Про празднование Пятой годовщины А теперь подумайте в плане того, что вы хотите покрутить 600 гемов на Скади Вот, а если вы вдруг думаете Что это хороший баннер, вот, пожалуйста, вам баннер Где есть у нас ЛР Галлан Вот, который, да, получает ЛР Про прокачку и дальше немножко к нему тоже поговорю На нашей, который, в принципе, он по себе неплохой Сейчас и под той же самой Фиторией И любыми другими будущими неизвестными Он будет раскрываться просто Убер этого героя На данный момент вообще на века Наверное, до конца игры Потому что его реликвия Пока не переделать его реликвию На наши на века Вот Хоу, который неплохой сейчас под команду Артура Из-за своей пассивки релика Вместе там с Наофуми Ну, короче, там прикольный момент Это под арков Это под бестов Это под бестов Это затычка под бестов Это два, ну, три старых героя То есть, объективно, витрина слабая То есть, лично для меня Мое личное субъективное мнение Что эта витрина чертовски слабая С учетом того, что У нас, возможно, будет Самая лучшая витрина в игре Вот, поэтому Реальность Такова, что Скади Это полноценный скип Полноценный скип Единственное, что Ее будут крутить Это ребята, которые гонятся за БК-коробки Которые понимают Что они открутят и фестиваль И открутят и Скади У них еще останется там Тысяча, там, две тысячи гемов Пять тысяч гемов там на будущее На следующие витрины Ну, а это киты Вот В реалиях Скади полноценный скип Хотя выглядит она чертовски офигенно Вот Я попробую ее, возможно, немножко покрутить Там, может, до первого гранта Там, гемов 300, может быть, максимум я волью Вот Для того, чтобы пробовать хотя бы одну ее копию получить Но я что-то сомневаюсь, что у меня получится получить хотя бы одну ее копию Поэтому Этот герой для меня полноценный скип Это четвертый герой у меня на аккаунте Которого я уже не до... не до... кручу Пу, что Марвлы оказались конторой Сами знаете кого Вот И дальше выходит Лар Галлан Вот Визуалочка просто обалденна Гац, ставит лайк Визуалочки этого нового Галлана Но есть один маленький проблем Один маленький прокол разрабов У него нет первое А, реликвии Второе Его переделали настолько сильно, что даже смешно Потому что в начале боя он получает связанные с обороной характеристики На 20% Я понимаю, если бы здесь было 200% Я сказал бы, ладно Смотрится Лар Галлан Весьма неплохо Первые три раунда Он живет как не в себя Его шиш-парабей 20% связанные с обороной характеристик Всего лишь Это демон Это третий Ларный демон Вот в игре И он получает всего лишь 20% связанные с обороной характеристики На три раунда Вот, начале битвы Когда герой расы демонов, союзник, использует свои карты, вот мы получаем бабчик, который увеличивает на 4% связанные с атакой характеристики. На 4%, не на 10%, не на 20%, на 4%. И стакается до 4 раз. Ну, это просто роллинг. А, на 4 раунда стакается до 5 раз. 5 бабчиков на 4% связанные с атакой характеристик. Мне что-то казалось, что они боялись его сделать убер-сильным, по сравнению, наверное, с 2022 годом, когда он тогда выходил. Либо там, 2020 годом, когда он там выходил. Я уже не помню, когда Галлан вообще, в принципе, выходил. Но, возможно, по то время они боялись сделать его каким-то слишком сильным перекачанным. Потому что, ну, типа, блин, серьезно. 20% обороны, 20% атаки. Ха! Ха! Вот! Дальше. Увеличить исходящий урон демонов на 50%, если на враге есть окаменение. Кек. Да, все. Обязательно окаменение мы можем получить через его заповедь. Конечно же, заповедь Галлана сейчас является самой сильной в игре. Потому что все же играют с Гаутером. И никто не играет там командой демонов, либо командой неизвестных, либо командой, неважно кем, которая просто развалит этого Галлана в Хламину. Угу. Угу. Вот. Ему написали, что в начале битвы он накладывает свою провокацию серую. Вот. И когда идет дебавчик, он не накладывается, если он затрагивает Галлана. Ну, а синглитарит, в принципе, в любом случае будет атаковать Галлана. Вот. И Галлан получает на 40% меньше урона, когда именно этот герой с этой меткой атакует Галлана. Но проблема в том, что эта метка падает рандомно. Упадет она на Гаутера, ну, Мел с Баном скажет г. Вот. Упадет она на Афумио. Окей, хорошо, на Афумио не наложат свой дебав. Вот. Вот. Но Артур и Бан все еще будут поливать демеджем. Упадет эта провокация пускай даже на ту же самую Фиторию. Фитория с ауе демеджа вынесет все. И к тому же, куда мы планируем в пачку демонов ставить Алар Галлана? Я не знаю. Вот. Ну, 40% хорошо, 40% уменьшение исходящего урона от героя, на котором рандомно наложена метка. Остальные два героя по нему бьют с полным усилением, а у него есть всего лишь на 3 раунда серый бабчик, который увеличивает 20% с оборонных характеристик. У нас Гельда сильнее. У нас Гельда, который разгоняет себе хпшку, обердафиа, и получает до 50% демедж редакшн. С обер максимальным азет, то есть она становится просто непробиваемым героем, если прошивет пару раундов. То Галлан... Галлан. Все. Вот, боже. Ему первый сингл, который должен вносить много урона, потому что здесь амплифай демедж, то есть чем больше бабчика на нас, тем больше урона. Мы получаем просто истощение шкалы суперприема. Все. 1-1-3. Классно. А его АУЕшка, которой мы очень сильно надеялись, что ее переделают, ей подняли буквально на 12% доп. атаку и сделали это спать демедж x2 крит демедж. Галлан, по-вашему, с 20% с атакой характеристикой должен превратиться в обер критующего монстра? Вы о чем? Ти, ультимейт у него. Делает все то же самое, увеличивает базовые характеристики на 50% на 3 раунда. Вот. Но только x3 шанскрита. Ну, то есть сингл тарит, x3 шанскрита. Вот. Одного врага. Ну, типа, это настолько безумно, что я не знаю. Ну, они сделали максимально проходным. И герой с Кадди, вот, да, и может на китовым аккаунтам, может, яперы где-то ее смогли куда-то приструнить, поставить, что она там вдруг мега нереальная машина на убер-китовом аккаунте. Если она мне вдруг выпадет, я тоже это все дело покажу, только я буду это показывать прям в реальных событиях с убер-мощным троллингом с Кадди, потому что она у меня будет на фулл внешке, на фулл шкафе. Вот. И вообще, в принципе, она будет у меня прокачана. На 17 лямнике. То есть, типа, в этом самая большая проблема. То есть, Кадди, это просто скип-герой. Классный визуал, но скип-герой. Элар Галлан слабее Глокса. Он самый слабый Элар-герой. До данный момент в игре. Возможно, он будет хорош на белке, потому что он АУЕшкой своей накладывает кровотечение. О, боже мой, я где-то это уже видел, что кровотечение... Это даже не смешно. Это просто не смешно. С вашим этим кровотечением, короче... Герой скипный. Релика на нем. Нет. Выживарите на нем. Нет. Пользы от него тоже нет. Потому что он никак не играется с нашей командой демонов. Единственное, как он играется с нашей командой демонов, это если мы вдруг попадем против бота, который использует ранхаб. Ну, то есть, с Гаутером. Бот союзает ранхаб. Он отправится в окаменение. И Галлан такой... 50% до обдема же моей команде демонов. Да! Вперед до следующего раунда, пока Мел не снимет этот дебаф через свою пассивку. Все. Ну, то есть, обнова, кайф. Обнова, кайф. Обязательно нужно вставить магаз. Магаз и бандл нареза, который дает ГПшка. Вот, потому что сейчас материалы усиления внешки дают ГПшку. Вот. Ивент в деревнях. Донати получаем эти самые. Это все, это все. И это все. Это просто банально вся обнова. То есть, вот это, скажем так, камень в огород тех ребят, которые жаловались на то, что вот сейчас появляются сезонные фестивали. И теперь сравните почтного сезонного фестиваля Гаутера. И даже если, например, мы его не крутили, либо там крутили до одной копии. Но при этом, какая интересная витрина. По сравнению с этим, сравните витрину Гаутера и вот эту витрину. Во-вторых, сравните, сколько нам давали ресов во время. А там обнова должна быть примерно такой же самой. Вот, вот, вот это вот обнова там какого-то сезонного выхода сезонного героя. Вот, они никогда не блистали прям убер большим количеством ресурсов. Ну, то есть, в фестивале они сейчас резонны из-за того, что там ресов дается много. Вот, и мы сейчас ждем банально пятую годовщину, которая выйдет после окончания Скади. Вот, возможно, даже после окончания коллаба. То есть, коллаб у нас будет висеть еще, скажем так, недельку. Вот, у нас висит коллаб недельку. Скади, скорее всего, на две недели. И пятая годовщина будет либо по окончанию коллаба через неделю, либо после окончания Скади через две недели, но, скорее всего, после окончания Скади. Хотя обнова настолько тухлая, что можно на вторую неделю выхода Скади просто запилить фестиваль. Все. Разрабы это могут вполне спокойно сделать. Так что будем смотреть, ждать по патч-ноутам, по стримам разрабов, когда там выйдет пятая годовщина. Ну, и когда, в принципе, там будут голосования за тех героев, которые мы хотим увидеть в годовщине. Потому что, скорее всего, они это сделали для того, чтобы поднять хайп в этой игре. Вот, и это все. Это все обнова. Вот. Честно сказать, я про вот эту вот страничку просто, про одну страничку могу говорить больше, нежели про обнову с новым Элар Геллороем и новой Скади. Вот. Ну, надеюсь, вам обзор тоже понравился. Вот. Он был правдивый, он был честный. Крутить Скади. Конечно же, да, потому что Красная Мигельда это убер-сильный герой и вместе с Гергард. Герхард. Вот. Это убер-сильный герой. Их обязательно нужно... Ирония. Вот. А не надо крутить. Не надо крутить. Я не советую. Только китам я советую крутить эту... Ну, китам я даже не буду советовать, потому что они в принципе будут крутить эту витрину. Вот. Обыкновенно обывателям это классный скип. Вот. И на этом у меня все. Краткий и очень яркий обзор обновы от Гамбита. Вот. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Здесь будет еще много ярких, красочных таких моментов. Из-за того, что разрабы меня бортанули. Притом без веских причин по YouTube Content Creator и 1500 геймов в месяц. Вот. Я сейчас не буду давать Марвелам вообще никакого спуска. Поэтому пускай они только попробуют лажануть. Вот. Я буду первым, кто об этом обозрит. Вот. Так что, ребят. Спасибо большое за внимание. До скорого. Свидимся. В игре 7 смертных грехов. 4 всадника апокалипсиса. Который начнется уже через 2 недели после выхода этой годовщины. Так что, да, ребят. До скорого. Свидимся. Субтитры создавал DimaTorzok